Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Впереди только Китай, США и Индия, но огромное количество у них уходит на собственное потребление, поэтому экспортируют они немного и Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. И, кстати, цены на пшеницу, уже на российскую именно пшеницу, на 9-летнем максимуме и сейчас 1 тонна торгуется дороже, чем 300 долларов. Переходим к главной теме выпуска. Отчиталась российский ритейлер X5, показал чистую прибыль за третий квартал, рост на 14,2% до больше 13,5 миллиардов. Хорошо, к примеру, я скажу, что вчера отчиталась лента и у нее чистая прибыль была 4 миллиарда, так, для сравнения. Ну и цифровой бизнес, как отчитался X5, больше своего вклада вносит в прибыль и выручку 2% против 1% в прошлом году. То есть развитие цифрового бизнеса у X5 идет и, как заявило руководство холдинга, дивиденды за 2021 год будут составлять 50 миллиардов рублей. И сейчас мы поговорим чуть больше про российский ритейл. С нами на проводе Игорь Шимкос, основатель аналитической компании NZT, Русфонд. Игорь, добрый день. Добрый день. Игорь, отчиталась у нас лента накануне. Сегодня отчитался X5, в пятницу ждем отчет Магнит, наши крупнейшие игроки рынка ритейла. Ну а в принципе, чего в этой отрасли в России ждать? Как наш ритейл поживает и что с ним будет в будущем? Учитывая то, что у нас есть очень сильный проинфляционный тренд, было бы логично ожидать роста их показателей. То есть эта инфляция как раз в том числе на достаточно большой двузначный процент продовольственная, чтобы нам не говорили в официальной статистике, мы уже по отчетам видим, что показатели растут очень сильно. Соответственно, те затраты, которые несут сами ритейлеры, они перекладываются полностью, даже с небольшим запасом, на плечи покупателей. И в условиях растущей инфляции все игроки должны расти достаточно неплохо. А еще хотелось бы уточнить то, что мы видим сейчас большую проблему, связанную с логистикой. И, возможно, вот эта вот проблема и грядущие локдауны будут поддавливать немножко финансовые результаты. Хотелось бы сказать, что появление новых локдаунов – это тревожащий знак для почти всей отрасли и продовольственного, и непродовольственного ритейла. И только ряд игроков в этой ситуации будет чувствовать себя достаточно комфортно. То есть это чаще маркетплейсы, типа Озон, это все, что связано с доставкой. А вот тот ритейл, который связан будет с походами в магазины, может все-таки потерять вот эти 10 дней. То есть практически это 2% от года чуть-чуть более низких результатов. Надеемся, что... По идее, ведь они же уже и на доставку начинают переходить и цифровизировать, онлайн-продажи проводить. Вы абсолютно правы, что выход состоит в доставке и в онлайн-продажах. Все же стоит понимать, что дополнительное время на упаковку, на сборку, комплектацию, дополнительные затраты, смогут ли их уже перекладывать полностью на плечи клиента или нет – это хороший вопрос. И, соответственно, оффлайн точно немножко пострадает. То есть мы все, конечно, понимаем, что большое количество людей все равно продолжит работать, все равно продолжит совершать покупки. Это не то, что мы видели в прошлом году. И очень много людей имеют уже QR-коды и прививки. Но все-таки ситуация, она достаточно неприятная. И те материалы, что мы видим у ассоциаций ритейлеров, они носят достаточно негативный характер. И отрасли это все не нравится. Ну, продовольственные закупки, покупки продуктов питания для россиян – это одна из главных, главная статьи расходов. 40% заработанных денег наши люди на них тратят. И вот интересная динамика в последнее время происходит. При оценке 10 крупнейших ритейлеров России в этом году впервые выбыли «Ашан» и «Метро», казалось бы, многолетние лидеры, гипермаркеты, загородные. Но в целом сейчас тенденция наблюдается, что люди отходят от гипермаркетов. Удобнее сходить все-таки в магазин, который у тебя в доме на первом этаже находится. Но еще дело в том, что из «Десятки» выбыли «Ашан» и «Метро», но также в «Десятку» впервые попал «Озон», казалось бы, который начинал с книг, потом продолжил всем на свете расширяться и так далее. Сейчас он в «Десятке» по продовольственному ритейлу в России. Может быть, нам стоит ожидать появления новых игроков, и локдаун как раз способствует более вот этим новым, дерзким, более технологичным компаниям. Ждать нам их или нет? Вы знаете, да, вы абсолютно правильную тему подняли. И нам действительно нужно ждать того, что будет передел рынка. А в сути он уже идет. То есть тот «Озон», о котором вы сейчас упомянули, он запускает и активно развивает «Озон Экспресс». Доставка в течение одного часа. И, как правило, это все-таки продовольствие и какие-то полезные товары для дома. То есть и в «МСГ» в том числе. И компании, такие, обладающие большими средствами, как «Озон» или как «Сберовский» маркетплейс, они также пытаются создать собственное производство. То есть там какие-то «Дарк китчены», внутренние бренды. То есть для классических игроков, например, для «Ошана» и «Метро» выбывших, это очень большое давление. И мы все прекрасно понимаем, что люди уже оценили возможность ходить в магазин рядом с домом. То есть там вот стало проявляться, буквально сегодня видел, мини-ленту. Есть маленькие магазины у «Экспяти» всегда были. А вот гипермаркеты – это уже, к сожалению, такое далекое, глубокое прошлое. Спасибо. Благодарю вас. С нами был Игорь Шимко, сооснователь аналитической компании «НЗТ Русфонд» о ситуации на рынке российского ритейла. Редактор субтитров А.Семкин